Вращение, прыжки в один оборот. Эти элементы Дарья Горностолёва отрабатывает на каждой тренировке. Ведь скоро ей и всей ярославской команде по синхронному фигурному катанию ехать в Подольск на открытое первенство. Мне больше нравятся групповые танцы. Мы там в общем танцуем, всякие разные элементы делаем. У нас есть и солисты, и всё. Мне очень нравится этот вид искусства. Репетиции проходят несколько раз в неделю. Однако даже таких усилий для успешного выступления спортсменкам может не хватить. По сути, из-за недостатка льда единственная общая тренировка проходит в воскресенье. И другого времени ни Фокзаволжский, ни остальные катки предоставить не могут. У нас проблемы, конечно, со льдом. Никто бы был не против нас, если бы было больше льда. По сути, у нас один день, когда мы можем все вместе собраться. Это воскресенье. А сегодня у нас дети отпросились из школы. И такая ситуация продлится в городе ещё полтора-два года. В мэрии разводят руками и надеются на сдачу новых катков. Да, у нас не хватает абсолютно всем. Просто катков для такого большого города мало. Льда не хватает и хоккейным школам локомотива для полноценных занятий. Льда не хватает хоккеистам нашей 12-й спортивной школы. Льда не хватает фигуристам детско-юношеского центра «Молнии» и так далее. Но даже несмотря на это, Ярославский коллектив продолжает соревноваться за победу с московскими клубами. В этом главная заслуга тренера, говорят родители детей. Дети, которых она набирала, это не профессиональные спортсмены, это не дети спортивной школы. Это дети, которые начинали в секции фигурного катания. А за профессионализм, это, знаете, это её плод, это её труд. Вот большинство из этих детей именно к этому результату привела она. И благодаря этому коллективу дети очень сдружились, очень сплотились, и цель появилась. И у нас, и у них. Сейчас у фигуристов самая горячая пора. Перед летними каникулами им предстоит сложнейший выезд в Подольск, где состоятся очередные соревнования. О больших стартах без дополнительного льда детям остаётся только мечтать. Захар Акупов, Олег Клушников. День в событиях. Продолжение следует...